День пожилых людей В первый день октября в городах и селах для пожилых людей устраивают благотворительные акции, концерты, очень много мероприятий. На Гомельщине такие мероприятия традиционно проходят на областном, городском и районных уровнях, а также в каждом отдельно взятом коллективе. Вообще, это день, когда честуют пожилых людей и дарят им много внимания. Многие даже телевизионные и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. Так вот, телеканал «Беларусь-4» решил не ограничиваться одним днем в году и продолжить эту тему сегодня. Поговорим о секретах долголетия, причем активного долголетия. Ну, понятно, что избежать старости нельзя, просто для одних, согласитесь, она начинается в 60 лет, а другие и в 80 чувствуют себя молодыми. Вот интересно, какие секреты активного долголетия выбираете вы, дорогие друзья? Звоните в студию 34-22-43, также пишите в Вайбере, телефон внизу экрана. Своими мнениями сегодня поделятся и эксперты в нашей студии. Это Михаил Владимирович Гошкис, врач-гериатор, заведующий вторым терапевтическим отделением Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Галина Владимировна Мороз, начальник управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. исполкома. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Сегодня у нас в гостях психолог Элеонора Потапова. Элеонора, добрый вечер. Очень рассчитываем на твои полезные советы. Сегодня у нас в гостях председатель общественного объединения «Вела Гомель» Светлана Король. Спасибо, Светлана, что вы с нами сегодня. И артист Гомельской областной филармонии Александр Абрустимов. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Галина Владимировна, первый вопрос для вас. Вот я упомянула про вчерашнее мероприятие. В двух словах, как же прошел День пожилых людей у нас на Гомельщине? Ну, как вы уже отметили выше, во всех регионах прошли торжественные мероприятия, чествование пожилых людей с этим праздником. Но самое главное для пожилых людей, чтобы они были не забыты, чтобы о них помнили. Внимание. Внимание, да. И поэтому этот праздник, конечно, нацелен именно на это. Спасибо. Вот мне интересно, Александр, если не секрет, сколько вам лет? Шестьдесят. Шестьдесят, дорогие друзья. Я бы никогда не сказала, такой импозантный, такой веселый, такой красивый мужчина. Вообще, вы знаете, что по международным критериям вы уже пожилой человек? Знаю. Знаете. Ну, скажите, вы боитесь этого возраста, вот этого рубежа, вот шестьдесят? Нет, Наташа. Не боитесь, да, совершенно? Нет, только жизнь начинается, это что? Скажите, а когда вам на пенсию? Через год? Через год где-то. Через год, получается. Вы уже каким видите вот свое будущее на пенсии? Есть какие-то планы конкретные? Чтобы у меня была любимая женщина и любимая работа осталась. Все любимое, все любимое. Вы знаете, спасибо за откровенность. Александр, а знаете ли вы, у вас есть какой-то особый секрет, вот как продлить молодость и замедлить старение? Какой-то оригинальный рецепт? Особенного нет, но я люблю музыку. Как помнишь, говорят, нам песня строить и жить помогает. Это сто процентов. То есть это ваш секрет? Ну да, но как бы это не секрет. Музыка всегда должна быть присутствовать в сердце. Мне кажется, это мала жизнь. А какую вы любите музыку? Хорошую. У каждого своя как бы хорошее понятие. Хорошую. Но тем не менее я люблю хорошую музыку. Мне вот нравится, допустим, и классика, и джаз, и эстрада, если она вот от сердца идет. Все. Дорогие друзья, хорошая музыка, музыка от сердца. Вот такой первый секрет долголетия в нашей программе, по крайней мере, так считает артист Гомельской областной филармонии Александр Абросимов. Ну что ж, мы не будем спорить, мы будем сегодня слушать и, конечно же, молодеть. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я вам предлагаю поучаствовать в нашем конкурсе. Попробуйте продолжить пословицу «Рано ложиться, рано вставать». Быть здоровым и богатым. Ну, в принципе, хороший вариант. К сожалению, неправильный ответ на вопрос, но очень хороший вариант как раз в продолжении темы здорового и активного образа жизни. Спасибо вам большое за то, что позвонили. У вас еще есть такая возможность. Подумайте и еще раз можете нам перезвонить. Итак, дорогие друзья, надо продолжить пословицу «Рано ложиться, рано вставать». Телефон прямого эфира 34-22-43. Звоните, пожалуйста. Сегодня у нас в гостях есть интересные люди, эксперты, которые могут, кстати, ответить на любой ваш вопрос. Сегодня мы говорим, как бы в продолжении вчерашнего Международного дня пожилых людей, сегодня говорим о секретах активного долголетия. Кстати, по данным Министерства труда и социальной защиты, Беларусь относится к тем странам, население которых считается старым. В соответствии с классификацией ООН, старым считается население, если доля лиц в возрасте старше 65 лет составляет 7 и более процентов. Так вот, в нашей стране сейчас этот показатель составляет 14,9 процента. А к 2020 году доля пожилых людей в Беларуси может и вовсе достигнуть 27 процентов. Вот такой прогноз делают белорусские специалисты. Вот мне интересно, Галина Владимировна, ваше мнение, какие они современные пенсионеры, современные пожилые люди. Вот можете ли вы нарисовать такой портрет типичного белорусского пожилого человека? Ну, вы знаете, на мой взгляд, современные пенсионеры, они, конечно, значительно даже отличаются от пенсионеров конца 20 века. Посмотрите, они активны, они ведут здоровый образ жизни, они стараются познать мир, обучаться, общаться, в том числе посредством интернета, мобильной связи, они все это изучают. И поэтому вот эта самореализация, новые пути, поиск каких-то новых путей своей самореализации, они как бы стирают вот эти стереотипы, которые, наверное, вообще о старости, о немощности, вообще о самом понятии пожилого человека. Как можно такого человека назвать пожилым, если на него смотришь и тебе самому хочется жить? Вот мне интересно мнение врача в студии. Да, Михаил Владимирович, скажите, вот как вы считаете, нуждаются ли эти люди в какой-то определенной поддержке сегодня? Если нуждаются, то скорее в поддержке их начинаний, их каких-то творческих помыслов. Увлечений. Увлечений, да. Я думаю, что это основная поддержка, которая им нужна. Галина Владимировна, ну а как вы считаете, нуждаются ли люди вот после 60 лет в поддержке социальной какой-то? Ну, в общем, я думаю, безусловно, они нуждаются, поскольку все-таки возраст берет свое. И это даже не финансовая поддержка, а скорее, наверное, помощь в их бытовом каком-то устройстве. Правовая, психологическая помощь. Ну и не оставлять без внимания досуг. Организация досуга – это тоже большое влияние оказывает на, так скажем, долголетие наших пожилых. А скажите, пожалуйста, что делать вообще в регионе сегодня для того, чтобы сделать жизнь пожилого человека, ну, скажем, проще, легче, вот как-то поддержать его и материально, и морально, конечно же. Ну, если говорить о материальной стороне медали, то как бы важнейшей составляющей социальной поддержки – это, конечно, является пенсионное обеспечение, безусловно. Если говорить о статистике, то в нашей республике средний размер, в нашей области, прошу прощения, средний размер составляет 367 рублей. Вообще, очень много сегодня делается для того, чтобы повысить вот эти размеры пенсии, надбавки к пенсиям у нас есть. То есть повышение пенсии у нас идет по двум основаниям. Это когда растет средняя заработная плата по республике, то повышаются размеры трудовых пенсий. Вот в мае и августе были повышения такие. И в связи с изменением, повышением бюджета прожиточного минимума пересматриваются надбавки к пенсиям. Если говорить о возрасте 75 и старше, то вот начиная с 75 лет установлено такое повышение в размере 75% минимального размера пенсии по возрасту. Это сегодня 40 рублей. Значит, начиная с 80 лет эта надбавка составляет 100% от минимума. Минимальной пенсии по возрасту. Это 53 рубля. И человек, который у нас переходит в 80-летний рубеж, еще имеет право на такую надбавку, как по уходу. Это еще 50% минимального размера пенсии по возрасту. 26 рублей. Поэтому, если говорить о 80-летней, человек, достигший 80-летнего возраста, имеет доплату к пенсии порядка сегодня 66 рублей. Ну, вообще известно, что в Беларуси будет разработана стратегия активного долголетия беларусов, которой займется Министерство труда. В документе пропишут, что требуется сделать государству, чтобы беларусы жили долго и счастливо. Мне вот интересно ваше мнение, от чего, на ваш взгляд, зависит продолжительность жизни и вообще как продлить активное долголетие. Есть у вас уже какие-то, скажем так, варианты? Варианты, безусловно, есть. Да, сегодня такая тенденция старения населения действительно есть. На мой взгляд, все-таки это активный образ жизни, здоровый образ жизни, здоровье самого человека. И при этом акцент надо делать уже с молодого возраста, для того, чтобы в старости уже просто пожинать какие-то плоды. Ну и еще один аспект, аспектом я бы хотела выделить, это как бы вовлечение пожилых людей, когда они вышли на пенсию, в общественную деятельность. То есть не оставлять? Не оставлять. Немаловажно, поскольку люди, как мы уже говорили ранее, они очень активны. У них большой жизненный потенциал, большой опыт. И вот этим надо делиться. Надо, чтобы они могли нести это в общество, приносить пользу обществу и государству. Ведь пока человек востребован, пока он не забыт, он живет. Спасибо большое. Вот есть очень интересное сообщение от наших зрителей. У них более конкретные, я бы сказала, такие есть секреты долголетия. Кирилл говорит, что с утра холодный душ. Согласны, да? Согласны. Ирина говорит, чтобы жить долго, нужно любить себя, радоваться каждому дню. Я согласна. Да, вот все согласны с этим, все согласны. Ну, а вот низкокалорийная диета замедляет процессы старения, считает Леонид, наш телезритель. В принципе, во второй половине жизни человек нуждается в меньшем количестве калорий, в меньшем количестве белка. То есть мясные вот эти продукты. Мясные блюда, то есть в них нуждаемость, соответственно, меньше. И поэтому калораж значительно меньше, потому что уже процессы постройки организма, они уже прошли, они уже закончились в основной массе населения. И поэтому с этим можно согласиться спокойно. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы тоже подключаетесь к нашему разговору. Ждем ваши рецепты и секреты долголетия. 34 22 43, телефон прямого эфира. Мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Галина. Галина, скажите, пожалуйста, сколько вам лет, если не секрет? Я была гостем вашей студии не один раз, мне 71 год. 71 год, какая вы молодец. Скажите, у вас есть собственный секрет долголетия? Да. Какой? Поделитесь. Это общение с друзьями, занятие любимым делом. Вот это я занимаю, я пишу стихи и прозу, перевожу с русского и украинского языка на белорусский. Я участвую в различных конкурсах, ну, короче говоря, я живу. Ой, замечательно, вот эти аплодисменты для вас, какая вы молодец. А попробуйте тогда, пожалуйста, поучаствовать сегодня в нашем конкурсе. Продолжите пословицу. Рано ложиться, рано вставать. Ну, я немножко не так. У нас есть такая русская поговорка «утро вечера мудренее». Так. Так, а английская такая есть. Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и умно живет. Ну, вы знаете, очень интересный вариант ваш пословицы. Спасибо вам за нее. Но, к сожалению, это немножко неправильный ответ на вопрос нашего конкурса. В любом случае, огромное вам спасибо. Красивой-красивой жизни. Эти аплодисменты тоже для вас. Дорогие друзья, напоминаю еще раз. Вопрос нашего конкурса. Нужно продолжить пословицу. Рано ложиться, рано вставать. По телефону 34-22-43 звоните со своим вариантом ответа. Напоминаю, что сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на вечер органной музыки. Это билет на две персоны. Вечер органной музыки играет и поет Валерий Шмат. В концерте участвует камерный хор Гомельской областной филармонии. И состоится этот концерт 9 октября в 18.30 в Гомеле в ДК «Железнодорожников». Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Вот мне интересно, дорогие друзья, у кого из вас есть вообще велосипед? Да, вот кроме... У меня тренажер. У вас тренажер. Ну, в принципе, у нас все с велосипедом. Но вы знаете, а у нашей вот следующей героини их несколько сразу. И для города, и для велопробегов. Сегодня я пригласила в студию гомельчанку, вы знаете, у которой свой взгляд на жизнь, на старение, на долголетие. И несмотря на чудесный, красивый такой зрелый возраст, она вот каждый день с утра до вечера гоняет на велосипеде. И вы знаете, круглые сутки при этом ведет активный диалог в интернете в своем сообществе «Вела Гомель». Уверена, многие из вас встречали нашу героиню на улицах города. Еще раз хочу представить, это Светлана Король у нас сегодня в гостях. Ну, рядом, кстати, велосипед, да, на котором вы приехали сегодня на нашу программу. Светлана, скажите, а вы вообще скрываете свой возраст? Нет, никогда не скрываю свой возраст, всегда говорю открыто всем, что мне 57 лет. 57 лет, чтобы мы так все выглядели в этом возрасте. Спасибо, Ваше. Согласны нашим зрителям? Согласны. Ну, вы, пожалуйста, уже извините, что приходится вот сегодня напоминать о вашем возрасте, поскольку мы все-таки говорим о жизни пожилых людей. Вот скажите, как вы себя вообще ощущаете вот в этот чудесный, красивый период 57? Наташа, вы знаете, я могу вам сказать и всем присутствующим, и всем, кто нас смотрит, что я психологически в 30 лет себя хуже чувствовала, чем сейчас, а физически в 50 лет я себя чувствовала хуже, чем сейчас. Я прекрасно себя чувствую физически. И психологически. И мне нравится мой возраст, и я сама себе нравлюсь, и мне хорошо жить, я счастлива. А что так изменилось? Когда произошла вот эта вот... Были некие события в жизни, были болезни. В 50 лет я ушла на пенсию по болезни, к сожалению, раньше времени. Так. Вот. И у меня есть чем сравнить. У меня был очень большой вес. Я в течение долгого времени избавлялась от большого количества килограммов. Я пользовалась тростью при ходьбе. На самом деле это была я, и мне сейчас трудно себе представить, что на самом деле это была я. Вот. А сейчас я полна жизни, я двигаюсь, я все время в движении, я развиваюсь, я путешествую, и мне очень хорошо. Слушайте, а вас вот пугал вот этот вообще момент пенсии на тот момент? Вы не боялись? Ну, вы знаете, что вот когда вы пригласили меня на программу, посвященную пожилым людям, это меня даже немножко больше испугало, чем момент пенсии. Ну, вы знаете, у вас как яркий пример того, чтобы все такими были у нас. Да, вы не оправдываетесь. Да, нормально. Нормально. Я все это переварила, все нормально. Ну, на самом деле, просто так случилось, что я вынуждена была по болезни. Конечно, я расставалась с любимой работой. Я работала очень много лет в одной и той же школе. Я ее закончила, я работала в ней педагогом-организатором. И очень любила свою работу. Была все время среди молодежи, среди детей. И все время мне было интересно, все время была возможность выражения себя через творчество. Поэтому, конечно, для меня это был удар. Вот смотри, Светлана, я раскрою сейчас, конечно, секрет. Ну, поправьте меня, если что-то не так скажу. Если я правильно знаю, вы впервые сели на велосипед и научились кататься в 55 лет. Все верно? Ну, в детстве, скорее всего, был у нас в семье трехколесный велосипед, но я этого не помню. То есть опыта велосипедного нет? Поэтому сознательно я села на велосипед впервые. Да, на самом деле, это так и есть в 55 лет. А почему вы сделали именно такой выбор? Почему именно велосипед? Я его не делала, этот выбор, а он меня сам выбрал. Интересно. Мой сын решил себе купить другой велосипед. И нам с моим супругом отдал этот велосипед ездить в магазин, на даче, в деревне. Ну, я решила воспользоваться им по назначению. Взяла, да и поехала. Вряд ли вы на тот момент представляли, как он перевернет вашу жизнь. Вообще, что вы? Я не представляла, конечно же. Я собиралась тихонько ездить по дачным, лесным дорожкам. Ездить там кружочек когда-нибудь с замороженным за хлебушком. Я никогда не думала, куда он меня привезет. А сегодня вам удалось объединить всех велосипедистов Гомельщины? Представляете, вы помогаете им, вы разруливаете там какие-то проблемы, вы устраиваете какие-то фестивали, велопробеги. И мне вот очень интересно, откуда у вас нашлись эти силы на такую активную жизнь после ваших историй? Ну, во-первых, не я одна. Это сразу, конечно же, стоит сказать команда нас. Вот и сейчас со мной есть группа поддержки моих чудесных подруг, велоледи города Гомеля. Да, они сегодня у нас в длительном зале. Которые пришли тоже меня поддержать. Я им очень благодарна. И вообще велосипедистов, когда я впервые вышла в Гомеле на велосипедный пробег вместе с велосипедным сообществом, я увидела, какое большое количество людей в Гомеле любит этот вид транспорта. А я педагог-организатор, и это, оказывается, никуда не делось. Да, это никуда не делось. Ну и как-то так закрутилось, завертелось. Светлана, скажите, а в Велогомель, который объединяет наших велосипедистов, а вообще возраст средний какой у велосипедистов сегодня? Ну, я не берусь сказать средний возраст, но если вы следите за нашими пробегами, то вы увидите, что на велосипеде едут в детском кресле дети дошкольного возраста. А бабушки и дедушки? И бабушки и дедушки в том числе едут. И сейчас очень большую популярность трехколесный велосипед для пожилых людей приобрел. Так. Вот, и сейчас вот на Тутбайе несколько дней подряд статьи выходят о таких людях. То есть я не думаю, что есть ограничения по возрасту. Пока сможешь, только езди. То есть все для того, чтобы человек в любом возрасте оставался активным. Александр, как вам идея трехколесного велосипеда? Может, уже с тренажера перейдете и в Велогомель, и на велопробег? Не знаю, мне нравится тренажер, потому что в любую погоду рад. Там жара, неважно. Комфорт, любит комфорт. Сел и поехал, ты видишь, смотришь эту передачу. Езда под дождем, это одно из самых романтичных впечатлений. Ну, я помню, когда я ездил еще и пойду тоже, и упал однажды, было неприятно. То есть у вас какие-то такие неприятные впечатления? Я занимался велоспортом когда-то. Вы занимались велоспортом где? Три-четыре года. Ну, самое главное, что вы продолжаете, пусть даже на тренажере. Мне интересно, Михаил Владимирович, скажите, полезен ли велосипед для пожилых людей? Вы уж простите за такой вопрос. Все говорят, что полезен. Давайте выслышаем все-таки врача. И могли бы вот кому вы все-таки порекомендовать такой вид активности? Вот, например, пенсионерам. Ну, во-первых, однозначно полезен. Любой вид аэробной нагрузки, умеренной. Если мы говорим о пожилых людях, самый главный, по большому счету, критерий того, что можно делать или нет, это умеренность нагрузки. То есть не надо стремиться заявиться в следующем году на Олимпийские игры или там на какие-то другие. На рекорды, марафоны. На рекорды, да. Умеренность, безусловно, полезна. Есть люди, у которых есть выраженная патология суставов нижних конечностей. Для этих людей, для этих людей, конечно, есть противопоказания. Для них суставы чем больше беречь, тем они дольше прослужат. Ну, это все индивидуально решается. Тогда подбирается другой вид нагрузки. Я хочу сказать, что я в свое время перенесла операцию на колени по удалению мениска. И мне ходить порой бывает больнее, чем ездить на велосипеде. Потому что мой вес находится на велосипеде, и суставы абсолютно прекрасно себя чувствуют. Замечательно. То есть вы рекомендуете велосипед, но после консультации, наверное... Ну, если есть болевые ощущения, то с доктором стоит переговорить. Если нет никаких проблем, то можно ездить и наслаждаться жизнью. И наслаждаться жизнью. Спасибо большое. А вообще, вот мне интересно, ваше мнение. Как вы считаете, вот Светлана, это все-таки исключение из правил? Или такой вот, ну, типичный пенсионер, красивый, очаровательный пенсионер нашего времени? Вот как вы считаете? Мне кажется, все-таки, что это типичный пенсионер нашего времени. И меня радует такое мнение. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Будем надеяться, что это все-таки правильный ответ на вопрос нашего конкурса. Дорогие друзья, вы просто немножечко внимательнее послушайте вопрос, потому что он действительно связан с темой нашей сегодняшней программы. Нужно продолжить пословицу «Рано ложиться, рано вставать». И что ж тогда мы не будем, в принципе, знать? Я уже подсказываю, как могу. Но давайте послушаем вариант ответа нашего телезрителя. Добрый вечер. Вы в прямом эфире на Беларусь-4. Давайте общаться. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья. Очень приятно слышать знакомый голос. Вы, по-моему, часто нам звоните. Скажите, Наталья, сколько вам лет, если не секрет? 48. 48. Ну, вы еще молодая, очаровательная, наверное, девушка. Наталья, есть какой-то секрет, скажем так, молодости и красоты? Ну, я думаю, это активный образ жизни. Не столько спортивный, сколько активный образ жизни. И правильное питание в меру. Вы придерживаетесь? Вы меры придерживаетесь вообще? Да. Иногда я устраиваю разгрузочные дни. Скажите, вы уже ужинали сегодня? Ну, да. И что это было на ужин у вас? Расскажите. Нам еще не ужинали. Тушеная капусточка. Ну, отлично. Мне кажется, хороший вариант для ужина. Спасибо большое. Наталья, поучаствуйте, пожалуйста, в нашем конкурсе. Вот сейчас я прочитаю первую часть пословицы. Если у вас есть вариант, продолжите. Рано ложиться, рано вставать. Никогда в жизни не унывать. Ну, вы знаете, хороший вариант. Спасибо вам большое. Пока дарим только аплодисменты. Я думаю, что... Итак, дорогие друзья, вот интересно, услышим ли мы сегодня правильный ответ на вопрос нашего конкурса? Еще раз напомню, рано ложиться, рано вставать. И что-то там, в принципе, мы после этих вот рецептов не должны знать. Звоните. 34-22-43. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы делимся вот секретами активного долголетия. И, Светлана, скажите, пожалуйста, вот ваш совет людям, которые, во-первых, боятся, да, вот определенного возраста, допустим, там, 55-60, и начинают унывать, какие-то депрессии. Вот ваш собственный совет, скажите. Ну, я не думаю, что нужно бояться возраста, нужно бояться плохого самочувствия, скорее всего, любого самочувствия физического, психологического. Мой рецепт, тот, который я использую для себя, это двигаться и развиваться, выходить за рамки себя, находить для себя что-то такое новое, что ты до сих пор никогда этого не делал. Вот. Мне кажется, что это замечательный секрет оставаться бодрым и ценить свою жизнь и ей радоваться. Спасибо большое. Николай Владимирович, а вообще когда стоит задумываться о старении организма? Вот не познавато ли делать это уже в 60 лет? Вы знаете, моя вообще, одна из любимых, вот у вас было тут пословица или поговорок, это вторая молодость приходит к тому, кто сохранил первую молодость. Поэтому задумываться о сохранении своего здоровья надо, в принципе, начиная, понятно, не с младенческих лет, но когда ты уже в осознанный возраст вступил, то нужно думать о сохранении себя на долгие-долгие года. Вот мне интересно мнение психолога, Леонора, а как? Как нам относиться к этому собственному старению? Вот что всё-таки посоветуешь? Ведь поведение людей меняется, когда определённый возраст, с этого мужчины, у женщин наступает. Многие не хотят с этим мириться, боятся. Для начала не начинать рвать на себе волосы, когда увидите первые седые пряди. Но вообще ведут себя все, конечно, по-разному. Очень важно принимать себя в любом возрасте, в котором вы есть, потому что каждый возраст несёт свои прелести. Бывает такое, что есть в психологии такое понятие, как синдром Дориана Грея, когда человек впадает в такое состояние, когда он не воспринимается в определённом возрасте и пытается сохранить... Синдром Дориана Грея? Известное вот это произведение, когда картина не соответствовала... Картина старилась, а наоборот, человек старился, а картина молодела. Так, так, интересно. Когда человек пытается сохранить себя в молодости, иногда это выглядит совершенно нелепо. Когда человеку лет 40, он пытается где-то на 15-20, тусуется как-то... Ну, не совсем. Так. А в нашем случае, я хочу сказать, что совершенно другая картина. Вот как выпрямился Александр сразу, чтобы соответствовать своему красивому, очаровательному возрасту. Животу. Животу, тоже хорошо. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем также. В чём особенности лечения пожилого человека? На самом деле, очень важная тема. Что сегодня предусмотрено на Гомельщине для лечения такой категории граждан, вот об этом мы поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Ты кто такой? Я твой двойник. Ты разум мой. Нет, твой язык. Ты мне не друг, но... Или, брат? Уйди, жену. Ха-ха-ха-ха. Ты не я. Ты не я. Я дух и тела. Вот в чём сердца делала. Разумедили нас. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Дорогие друзья, на самом деле я под впечатлением Александра Вросимов, Гомельская областная филармония, артист. Сегодня у нас в гостях. Еще раз ваши аплодисменты. Но стоит отметить, что сегодня Александр исполняет песни, которые полностью, да, вот так вот, да, вот сам полностью написал, придумал, исполнил. Сам, 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 да. Несмотря на то, что ему 60 лет, кстати говоря. А мне кажется, это еще только самое начало. Так, поэтому анекдоты есть хорошие. Какой? Расскажите нам. Ну, наверное, старый анекдот. Столетнего мужчину спрашивает, корреспондент, такой же молодой, как ты. Как вам удалось дожить до 100 лет? Вы, наверное, не пили? Он говорит, ну как, он видишь озеро? Ну, вот столько выпил я водки. Значит, не курили. Говорит, видишь там стога в поле? Ну, вот столько махурки я выкурил. А, наверное, с женщинами не очень, да. Почему? Вчера одна с косой приходила. И что? Я ее поцеловал. А, и что? И как? Что? Она в слезах от счастья убежала кокетливо. И даже забыла свою косу. Спасибо. Но мне кажется, вот чувство юмора, да, это как раз таки то, что помогает нам в любой ситуации. Спасибо большое. Кстати, о долгожителях мы поговорим сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, ну, по голосу вы молодая девушка. Спасибо. Да. Я так понимаю, что есть какой-то секрет молодости. Может, поделитесь с нами? Ну, для меня секрет молодости – это, конечно, позитив жизни, общение с позитивными людьми. Вот, в частности, с такими, как сидят у вас в студии, со Сезанной Король. Привет ей большой. Это моя бывшая коллега. Так, привет. Хорошо. Таких людей побольше в жизни, и будет позитив и молодость в нашей жизни. Спасибо. Хороший совет. Спасибо вам большое. Поучаствуйте, пожалуйста, в нашем конкурсе. Вот у нас есть такая пословица. Первую ее часть. Нужно назвать вторую. Продолжить пословицу. Рано ложиться, рано вставать. Рано ложиться, рано вставать. Болезни и горя не знать. Аплодисменты. Вы наш победитель. Наконец-то. Ура, ура. Ну, мне кажется, это прекрасный совет. Рано ложиться, рано вставать. Да, болезни и горя, и старости, в принципе, не знать. Ну, что ж, пригласительный билет на две персоны. На вечер органной музыки, где играет и поет Валерий Шмат. В концерте будет принимать участие камерный хор Гомельской областной филармонии. Вот этот замечательный подарок достается вам. Концерт состоится 9 октября в 18.30 в Гомеле, в ДК «Железнодорожников». Всем, кто сегодня не выиграл, не расстраивайтесь, а просто приходите на этот удивительный концерт 9 октября в ДК «Железнодорожников». Насладитесь жизнью, несмотря на возраст. Аплодисменты для всех. Я поздравляю. Я поздравляю. Вот, с победой. Спасибо большое. Ну что ж, мне вот интересно. Михаил Владимирович, а вот какой возраст сегодня у нас считается порогом долголетия? И много ли вообще у нас на Гомельщине сегодня таких долгожителей? Ну, порог долголетия у нас 90 лет. То есть не 100? Не 100. Не 100. Ну, так считается. Так считается, да. Порог долголетия 90 лет. 90 пациентов, не пациентов, людей 90 лет и старше, да? Их около 6 тысяч. Вы имеете в виду Гомельщину? По Гомельской области, да. Я думаю, эта цифра намного меньше. Ну, около того. Вообще, по последним данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси живут 396 человек старше 100 лет. И 90% из них – женщины. Вот эта статистика, когда, ну, мы как бы знаем приблизительно, но такие цифры меня просто удивили. Вот чем можно объяснить такой факт, что женщины традиционно преобладают вот в числе долгожителей? Женщины более осторожны. Женщины более осторожны. Ну, это так. Это, говорит, мужчина, по крайней мере. Ну, это если так, это если шутить. Если серьезно, вообще, вот вы цифры назвали, что касается Гомельской области. В Гомельской области 52 человека старше 100 лет. Я не могу сказать. Вот 53 меня. Возможно, у меня были данные на позавчерашний день. А здесь на вчерашний день. Кому-то сегодня исполнилось. Кому-то исполнилось, да. Ну, на самом деле, есть несколько факторов. Понятно, безусловно, что есть особенности генетические, там, развитие женской гормональной сферы, мужской гормональной сферы. Ну, и есть еще аспект, о котором я сказал. Женщины более внимательны к себе, более прислушиваются к различного рода симптомам, синдромам, болезням. Скажем так, они начинают заниматься своим здоровьем на шаг раньше, чем мужчины. А мужчины, они к себе невнимательны чаще, да? Да, мужчины чаще, у них ореол мужественности и, посмотрите на Александра, да. Александр, вы часто ходите к врачам вообще? Нет. Нет, ну, в принципе, этим нет и все сказано. За откровенность, мне кажется, аплодисменты, как минимум. Спасибо. Ну, во всем мире, на самом деле, повышает пенсионный возраст. Это говорит о том, что, ну, человек начинает, ну, стареть медленнее, если можно так сказать. Вот как вы оцениваете вообще состояние жителей нашего региона, достигших, ну, допустим, пенсионного возраста? Ну, состояние здоровья жителей стало, я считаю, лучше. И цифры, которые говорят, что, в принципе, вы говорили о той пропорции, которая есть, она постоянно увеличивается, эта пропорция. И средняя продолжительность жизни в нашей стране, в целом, в мире, она с каждым годом растет. То есть это говорит о том, что состояние пациентов лучше, качество жизни. Сейчас вообще новое модное понятие, мы говорим о качестве жизни. Вот, например, многие аспекты, о которых мы говорили, они зависят от качества жизни. И мотивация людей для сохранения здоровья, она во многом зависит от качества жизни. То есть если качество жизни лучше, то и мотивация, да, что-то делать, продолжать радовать близких, жить, она совсем на другом уровне. Ну, вообще, старение – это же естественный процесс. Безусловно. Никуда от этого не денешься. Но расскажите нам, что все-таки влияет на этот биологический возраст человека? Это все-таки там экология, качество жизни, наследственность, генетика? Ну, смотрите, несомненно, есть наследственность, экология, образ жизни человека. Ну, вообще, сейчас много новых модных теорий. Есть теория, что есть целые штаммы клеток, которые заселяют в наш кишечник, которые определяют, сколько будет жить человек. Мало того, они определяют интеллектуальное качество этого человека и многие-многие другие аспекты сейчас модных теорий. Так вот откуда интеллект. Как вариант, да, да. Я думала, он развивать по-другому, но ладно. Множество, вот, можно в том числе и так его развивать, да. Так. Множество литературы есть сейчас на этот счет, множество статей. Есть инфекционная теория, что есть некие микроорганизмы, которые, патогенные микроорганизмы, которые есть у человека и которые тоже детерминируют. Ну, вообще, самое, скажем так, базисное и стандартное, это есть такое понятие, у нас есть апоптос. Это запрограммированная гибель клеток. То есть клетка родилась, клетка претерпевает некие изменения, и клетка должна во что-то преобразоваться. То есть апоптос, это называется запрограммированная гибель клетки. То есть у нас есть кожа, вы же знаете, да, мы родились, у нас такая кожа, потом мы стали там чуть старше, но у нас другая, пожилого человека другая кожа. Это говорит о том, что меняется клетка, меняется состав, меняется ткань. От этого нам, ну, может быть, не то, чтобы совсем не уйти, но не уйти... Но, по крайней мере, поддерживать себя... Поддерживать себя надо. И от того, насколько раньше вот эти вот запрограммированные изменения произойдут, зависит только от самого человека. Скажите, пожалуйста, а в чем же особенность лечения пожилого человека, исходя вот из этих теорий? И что вообще сегодня предусмотрено на Гомельщине для лечения такой категории граждан? Ну, особенность лечения пожилого человека, она следующая. Мы говорим о том, что пожилой человек, это, как правило, он имеет некие заболевания, ассоциированные с возрастом, да? Если мы возьмем любую систему, у него будет и патология сердца, и патология сосудов, и патология сосудов. То есть такая изношенность определенная. Определенная, да, степень. Поэтому невозможно лечить все одновременно, и одновременно невозможно лечить что-то изолированное, не думая о другой проблеме. Поэтому, опять же, мы говорим о том, что сейчас есть новый термин, это взгляд на коморбидного пациента. Что такое коморбидное? Это пациент с множеством патологий. То есть надо стараться находить те способы лечения, скажем так, дать тот препарат, который поможет некой системе, но не навредит другой системе. А лучше выбрать комбинированный препарат, который может помочь и при одной патологии, и при другой патологии. Я боюсь, вы так напугали Александра, что он вообще к врачам теперь не пойдет с подобным подходом. Светлана, скажите, вы часто обращаетесь к врачам? Я по роду своего диагноза, который у меня есть, один раз в год прохожу полное обследование. То есть один раз в год вы обращаетесь к врачам? Один раз в год я обращаюсь к врачу. В 57 лет? Да. Один раз в год я бываю в стационаре, в одной и той же клинике, у одного и того же доктора, прохожу полное обследование, различные ОЗИ, принимаю какое-то там профилактическое лечение, корректирую дозу медикаментов. Я принимаю только лишь препарат, связанный с моим диагнозом. И больше ничего. В 50 лет я принимала препараты сердечные, связанные с нервной деятельностью. Давление, наверное. Да, все это, гипертония, все-все-все это было в наличии, большой букет, большой пакет медикаментов всегда при себе. Сейчас нет только лишь те препараты, которые связаны с моим диагнозом. Скажите, пожалуйста, Светлана, вы знаете своего врача гириатра? Вот так он называется. Вообще мой врач сейчас, вот он рядом со мной. Это ваш врач гириатра? Да, да, он гириатр и педиатр. Это мой велосипед. И на самом деле я всегда двигаюсь и всегда на свежем воздухе. Не в пыльном зале, на свежем воздухе. Благодаря этому я себя очень хорошо чувствую. Ну, Михаил Владимирович, это прекрасный, мне кажется, рецепт, замечательный. Но давайте все-таки про врачей гириатра, вообще про вот эту службу. Насколько сегодня она охватывает, насколько она сегодня вообще нужна нам? Что это вообще такое? Расскажите. Где кто может получить подобную помощь? Ну, если мы говорим о гириатрии, гириатрия – это, в принципе, специальность, которая есть для того, чтобы помогать лицам пожилого населения. И не каждый врач любой специальности может обладать достаточным знанием. Потому что мы говорим, я вкратце сказал о тех особенностях, которые есть при лечении пожилых пациентов. Но их гораздо больше, этих особенностей. Понятно, у нас времени нашей программы не хватит, чтобы о всех рассказать. Поэтому выделив отдельную специальность – это гириатрия. То есть есть наука гириатология, которая занимается особенностями старения. Есть гириатрия. То есть это врачи, это, как правило, врачи-терапевты, либо врачи общей практики, которые… Врач-гириатр. Врач-гириатр – это доктор, который специализируется на лечении пациентов пожилого возраста. Они есть сегодня в каждой поликлинике? Нет, они есть не в каждой поликлинике. В общем и целом у нас по Гомельской области 20 кабинетов гириатров. Люди на условиях полной занятости или частичной занятости совмещают. У них эти специалисты есть как в городских поликлиниках, так и на уровне центральных районных больниц на районах. Поэтому есть всегда, мы знаем, расписание в поликлиниках и на сайтах прием врача-гириатра. Пациенты сельского населения или городские могут записаться и попасть на прием к этому специалисту. А насколько вообще наши люди знают о таких врачах сегодня? И, скажем так, применяются ли какие-то, скажем, на Гомельщине для консультации пожилых людей, скажем, интернет-технологий, допустим, чтобы оповестить как-то по-другому? Ну, пациенты, безусловно, знают, потому что, опять же, есть информационное табло, но сказать, что это какая-то повсеместная практика, что всех пожилых, прям всех к гириатру, это не совсем верно, потому что если мы всех пациентов отправим к гириатру, то остальные врачи останутся, в принципе, без хлеба и без зарплаты, без ничего. Ну, как вам сказать, у нас только четвертый сегодня пенсионер. Ну, это в этой студии, это в этой студии. А если мы говорим про удаленность, то есть система телемедицинской консультации, значит, если пациент находится на более низком уровне оказания медицинской помощи, допустим, если мы стартуем, да, это центральные районные больницы, то есть специальная система, куда загружаются данные пациенты, телемедицинская история болезни, и доктор производит консультацию онлайн, оффлайн-консультацию с областными специалистами, с республиканскими специалистами. Но я подчеркну, что это не отдельная вертикаль гериатрическая служба, это конкретный случай сложного диагностического пациента. Спасибо большое. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте познакомимся с вами. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Антонина. Антонина, очень приятно, что вы нам дозвонились. Если не секрет, скажите, сколько вам лет? Ну, скажем, я молодая пенсионерка. Молодая пенсионерка. Спасибо. Очень красивое выражение. Молодая пенсионерка. Да, сегодня, мне кажется, все пенсионеры у нас молодые. Это замечательно. Вы позвонили сегодня к нам в студию. Наверное, хотите поделиться какими-то секретами долголетия. Ну, я не знаю, секрет или это долголетие, но, по крайней мере, могу поделиться своим мнением, что помогает, что может помочь сохранять активность, скажем, людям старшего поколения. На мой взгляд, здесь важно поддерживать умственную активность. Ведь наш мозг, от него зависит работа всего организма в целом. И в этом смысле, мне кажется, что людям важно чему-то новому обучаться, современные технологии какие-то осваивать. То есть не оставаться на обочине жизни с возрастом. Потому что сегодня, вы посмотрите, что происходит. Сегодня очень популярны всякие гаджеты у молодого поколения. И люди старшего возраста, я чувствую себя неуютно. И поэтому, мне кажется, что им важно осваивать новые технологии. У вас есть интернет? Вы пользуетесь интернетом? У вас есть компьютер? Я активно пользуюсь интернетом. Ну, это, в общем-то, у меня информационная технология, это моя работа была всю жизнь. И сейчас я не только активно пользуюсь интернетом. У меня есть идея для именно интернет создать в Гомеле, для гомельских наших пользователей, для старшего поколения их семей. специализированный сайт, где они смогут, на этом сайте, старшее поколение нашего города сможет увидеть информацию, полезную, максимально полезную для себя. То есть там может быть информация справочная какая-то по службам специализированным, медицинские услуги, помощь социальных служб и так далее. И, кроме того, там могут быть какие-то новости. То есть сайт, ясно, сайт, который объединяет все интересы и так далее. Все, что касается старшего возраста, то, что может быть им информационной поддержкой. Антонин, очень интересная идея. Антонин, скажите, а вы обращались, например, в социальную службу, в какой-нибудь территориальный центр с подобной идеей, в такой социальный проект? Вы знаете, да, я обращалась к этой идее в конце прошлого года. Я была в облсполкоме в управлении соцзащитой. Ну, теоретически их это заинтересовало. И, в общем-то, я какие-то шаги уже предпринимаю в этом направлении. То есть доменное имя. Этот сайт будет иметь имя доменное 55+. Уже контент какой-то определенный готовится. Есть структура сайта. Есть его уже наработанный бриф, подготовлен план создания сайта. Но вопрос за малым. То есть такой большой проект. Да, там, кроме того, всего еще предполагается сделать форум для общения этих людей. Очень важно иметь из домыслников и круг себе подобных создавать людей. Антонина, скажите, пожалуйста, вы обращались, и что в результате? Не получилось ничего? В результате, кроме поддержки моральной, я пока ничего не усыпала. Я вредитель организации обращалась. То есть вопрос в том, чтобы этот проект должен получиться какую-то поддержку. Спасибо. Спасибо, Антонина. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Очень интересная идея. Вот, Галина Владимировна, как вам такая идея? А действительно, почему бы не объединить усилия телезрительницы и такой социальный проект? Как вы считаете? Я считаю, что это вполне возможно. И, в принципе, если... Сколько можно на сканечках сидеть? Конечно, естественно. В принципе, у нас центры же в этом направлении работают, причем все центры. И у нас есть, как бы, и кружки, и клубы по интересам, и компьютерные в том числе. Поэтому мы всегда будем рады такой помощи и рассмотрим такой проект. Так что, Антонина, вас ждут. Спасибо за эту идею, за этот телефон-звонок. Ну, мы говорили о том, что круто компьютер и велосипед перевернул жизнь Светланы. А вот интересно, Александр, пользуетесь ли вы компьютером, интернетом, социальными системами? Категорически нет. Почему? Я люблю живое общение. Мне хватает музыки вот так, чтобы развивать свой мозг. Сочиняю, сочиняю и сочиняю. Вот мне, вот согласитесь, многие пожилые люди, кстати, вот отказываются отсваивать компьютер, мотивируют это тем, что в таком возрасте не нужно. Вот как вы считаете, стоит ли их вообще переубеждать? Нет. Стоит? Элеонора, интернет нужен пожилому человеку? Компьютер, интернет? Конечно, нужен. Вместо того, чтобы смотреть какие-то мыльные оперы, да, часами. Ну, мыльные оперы тоже хорошо иногда. Ну, почему? Я люблю мыльные оперы. Вот, у каждого свое. Можно показать сети интернет, у каждого есть какое-то свое увлечение, да, можно показать какую-то группу, какие-то сайты интересные. Это дело вкуса, наверное. Мне они интересны. Современная жизнь без гаджетов и без интернета просто, она бледна. Скучна. Да, бледна, это большой очень такой объем жизни, непознанный. Как мы раньше жили. Это целый мир. Александр не хочет в него окунаться. Я же даже болезнь на этой почве. Молодые люди сидят и не вылазят. И болеют. А, кстати, у пожилого человека, особенно у пенсионера, появляется много свободного времени. А компьютерная зависимость или анора, нет шансов заработать? Конечно, есть шанс попасть в компьютерную зависимость. Когда мы эти дети, мы своих вытянуть оттуда не можем, да, родители туда приобщить. Поэтому надо всегда балансировать. Но вообще вот какая у человека категоричная позиция? Нет и все. Одна мне говорит, слава богу, что у меня нет телевизора. Я говорю, слава богу, что у меня нет компьютера. Ну что ж. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает для себя. Игорь Владимирович, что вы хотели сказать? Я хотел сказать, что на самом деле не имеет значения, есть интерес к интернету или к гаджетам. Главное, чтобы человек в любом возрасте что-то новое делал, что-то новое познавал. Кто-то звонил и говорил, что постоянно должна быть мозговая активность. Что-то новое. Кто-то учит языки, кто-то начинает на пенсии китайский учить, кто-то японский, кто-то французский. Кто-то что-то разгадывает. Это любая мозговая деятельность у нас суперполезна. Спасибо большое. Кто-то сочиняет песни, пишет. Это тоже прекрасная мозговая активность. Кстати, у нас был телефон, у нас сообщение в Вайбере есть, если можно коротко, где в Гомеле пенсионеру можно освоить компьютер. Есть ли у нас какие-то бесплатные курсы для пожилых людей, для пожилого человека? Ну, как таковых курсов нет. У нас есть, опять же, я говорила, кружки и клубы по интересам, именно в территориальных центрах. Но там обучают, так скажем, АЗАМ. Обучение просто компьютерной грамотности. Ну, есть чего начать, по крайней мере. Нет, 55 копеек за час. В принципе, я думаю, пенсионер может это себе позволить. В принципе, да. Но есть еще и волонтеры, которые это делают на безвозмездной основе. Скажите, пожалуйста, Галина Владимировна, а что сегодня вообще делается для того, чтобы свободное свое время, свой досуг наши пенсионеры проводили как-то интересно, с пользой, развивались, не скучали, приобщались и были с народом, как говорится, с нами? Ну, опять же, вернемся к нашим учреждениям. Территориальные центры. Опять же, территориальные центры, да. Да, там организуется досуг для пожилых людей, но категория наших людей, это 60+, я еще раз говорю. Таково законодательство сегодня. Поэтому мы работаем с этой категорией людей. Работают кружки, клубы абсолютно различной направленности. Это и прикладное творчество, и танцевальное, и музыкальное, и литературное, физкультурно-оздоровительное. Даже йоги есть у нас такие. Йоги-пенсионеры, это очень распространено в себе. Да, кстати, очень много пенсионеров посещают, но это именно в городе. На селе немножко не так это все востребовано. Да, там все. А в городе, да, и поэтому, пожалуйста, люди приходят, они реализуют все свои творческие возможности, те, наверное, которые даже не могли реализовать, когда они работали. Поэтому они приходят, и мы рады их видеть. Пожалуйста, приходите к нам. Ну, вообще, достигнув пенсионного возраста, человек, согласитесь, наконец-то получает свободное время. Это такое счастье, о котором мы все мечтаем. А чем же разукрасить вот эти будни? Ну, на самом деле, дорогие друзья, есть информация. Для вас можно сходить на выставку кукол ручной работы клуба любителей рукоделия вдохновения из Речицы. Выставка открылась вчера в Гомеле в Центральной городской библиотеке и продлится до 17 октября. Кстати, там же открывается и выставка «Наивная акварель». Основу этой экспозиции составит работу участников клуба «Акварель» Центра социального обслуживания населения Советского района города Гомеля. В эти дни в Гомельский областной драматический театр приготовил подарок для зрителей старшего возраста. По предъявлению пенсионного удостоверения в кассе театра можно будет купить два билета на спектакль по цене одного. Это, кстати, акция распространяется на пьесы «Деревья умирают стоя», который покажут 5 октября, и на комедию «За двумя зайцами», показ, который состоится 7 октября. Ну, согласитесь, вариантов, чем заняться на пенсии много. Можно сходить в театр, можно на выставку, а можно, дорогие друзья, купить велосипед и вести активный здоровый образ жизни, вот как Светлана Король, участница нашей программы. Ну, можно еще и поступить в институт. 57-летняя гомельчанка Светлана Владимировна Кондратьева нынешним летом, представляете, осуществила свою давнюю мечту и впервые стала студенткой, поступив на бюджет в Гомельский университет имени Франциска Скорыны. Молодец. Да, и вот теперь Светлана Владимировна с волнением ожидает первых экзаменов по психологии. Ну, есть в Гомеле бабушки и дедушки, которые в 70-80 лет поют от души, танцуют от души и устраивают даже музыкальные пародии на площадках города. Это участники клуба пожилых людей Прометей, более 100 человек, хочу заметить. Кстати, один из них это Федор Григорьевич Ковалев, который в свои, сейчас мы его увидим, вот он, да, который в свои 77 лет может стоять на голове, танцевать с баяном, купаться в проруби и даже бегает марафон. Мне кажется, эти люди просто заслуживают бурных аплодисментов. Ну, дорогие друзья, спасибо и вам за мнение, за ваши секреты долголетия. Василий написал, надо играть в шахматы, это успокаивает нервы, чтобы жить долго. А Анна предлагает всем побольше ходить пешком. Я думаю, да, врач только поддерживает. Ну что ж, вот такие секреты долголетия есть у гомельчан. Ну, на самом деле, прожить долго хочется всем, всем без исключения. Ну, что же нужно делать? Вот короткий такой, скажем, вывод. Михаил Владимирович, ваши секреты долголетия? Ну, исходя из того, что мы обсуждали сегодня, это умеренная физическая нагрузка, это правильное питание, это душевная равновесие, хороший сон и отсутствие вредных привычек. Отсутствие вредных привычек и обязательно посещение врача, я думаю, да? Сто процентов. Это обязательно. Ну, а что добавит, да, пожалуйста, давайте поддержим. Что же добавит еще психолог в этот список, Элеонора? Вот что нужно делать, чего нельзя делать после шести? Хотелось бы еще добавить социальную активность, все-таки не замыкаться в себе, увлечение, любимое дело, которым хотелось бы наконец-то уже заняться, да? И, конечно, позитивный настрой. Спасибо большое, спасибо всем участникам сегодняшней программы. Ну, дорогие друзья, действительно, человек не может повернуть время вспять, но каждый все-таки вправе сам решать, какой будет его старость. Согласитесь, активного долголетия желает всем программ «Добрый вечер Гомелю», я, Наталья Волынец, ну и, конечно же, закончит этот вечер Александр Абрусимов. До новых встреч в прямом эфире. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Судьба АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ